добрый день дорогие друзья начинаем наш прямой эфир третья попытка как говорится бог троиц любит сейчас нам присоединиться александр сергеевич ходоковский вот мы его ждем минуту внимания сегодня мы с александром сергеевичем обсудим ситуацию сложившуюся на украине с этими выборами и обсудим внутриполитическую ситуацию в россии потому что как мне кажется уж больно похоже здравствуй приветствую с 33 секунды попробую эту аппаратуру привести надлежащий состояние прошу прощения ребята все я готов повторяем попытку добрый вечер да добрый вечер сегодня надеюсь у нас все получится я вот хочу вам представить александра сергеевича александр сергеевич ходоковский командир бригады восток наш боевой командир теперь общественный деятель политически можно так сказать александр сергей вот мы вчера начали этот разговор у нас прервался по техническим причинам и сегодня хотелось было про дорого по этой ситуации которая сейчас происходит на украине с выборами да со вчерашнего дня это еще больше какое-то шоу начало превращаться взаимные вызовы нападки на стадионах то есть это все превращается в некое шоу но понимаешь у меня какой вопрос возникает что если власть становится шоу это же не значит что власть исчезает значит настоящая реальная власть уходит куда-то в другое место вот что это за процессы с одной стороны вроде шоу карнавал а другой стороны управляет государством за министерством обороны и вообще процесс что это происходит такое раздвоение произошло сужая я когда получал свое образование гражданское историческое конечно были курсы политологии социологии это обязательно программу но рассказывать сейчас людям которые будут лучше меня знают процессы как как руководить теневая власть я наверно не буду я что я для себя понял из того что я наблюдаю и какие своим таким ограниченным мозгом я могу сделать выводы вот смотрите приехал приехал бойко и приехал медведчук в россию на конечно это напрягло конечно это напрягло тех кто реально курирует украину американцев как могу не напрячь это показало что часть украинской элиты системной элиты которая входит в топ-10 готовы сотрудничать с москвой невзирая на какие-то там потенциально уголовные дела обвинения в зраде и прочее то есть эти люди приехали засвидетельствовали то что мы будем вести диалог с москвой что увидели в этом американцы конечно угрозы на себя они увидели с другой стороны глубина контроля американцами за процессами на территории украины за всеми процессами во всех вертикали горизонтали уже на сегодняшний день такая что они могут себе позволить увидев угрозу переформатировать правила игры сразу по ходу вот они увидели что они увидели две вещи во первых что элита классическая наша элита который входит наш бомон так сказать это наши уже родовые кланы которые уже 20 лет сидят в этой политике в бизнесе вышли из этих глухих девяностых греблись шкреблись на вершину власти вот они у власти что эти эта группа она готова компромиссом с россией нужно это американцам нет конечно не нужно потому что американцы если будут идти на какие-то компромиссы только исходя из собственных соображений и озвучивая их собственными устами а украинцы они должны на сегодняшний день выполнять всецело волю пославшей на жены как в известном фильме и когда они увидели что элита или по крайней мере значительная часть видеодиалог с москвой они поняли что через какое-то время может случиться реванш как какой случился после четвертого года после помаранчевой революции когда американцы притащили ющенко а по сути ющенко и зеленский это говоришь ленин подразумевая шпартии это два абсолютно одинаковых абсолютно одинаковых по своему статусу персонажа что ющенко был никто но при этом он располагал к себе тетушек бабушек был достаточно такое такой уж он хорошо говорить умел умел делать вот эти жесты руками при диджитации то есть он умел он умел работать на публику как харизматы сектанты зеленский делать то же самое он работает на публику исключительно вот они притащили ющенко бескребетного абсолютно не самостоятельного человека но потом они проиграли консолидированным усилием украинской элиты которую поддержала москва когда пришла партия регионов а сейчас возникла абсолютно аналогичная угроза угроза того что свои ресурсы объединят коломойский если бы он сохранил контроль за зеленским при главном условии юлия тимошенко в соавторстве с товарищем левочкиным бойко медведчук рабинович достаточно достаточно сильная мощная группа если они объединят свои ресурсы то возникает угроза того что в парламенте на парламентских выборах они возьмут парламентское большинство и соответственно выдавить порошенко потому что украина как мы уже говорили вчера это парламентская президентская республика и в этот момент что они делают и они так сказать имеет на это возможности для этого имеет соответствующие полномочия американцы они дают возможность спокойно зеленскому избираться они не дают порошенко сейчас пойти на какие-либо провокации которые мы ожидали мы понимали что если порошенко начнет поигрывать тогда в таком случае он пойдет на какие-то беспрецедентные шаги для того чтобы раскачать обстановку ситуацию раскачать активизирует линию фронта подведет ситуацию под уже отрепетированный сценарий с введением военного положения да какие угодно начиная самых банальных вбросов и фальсификаций заканчивая войной американцы к целям уши все идем демократическим путем почему американцы так пошли не потому что они так любят демократии потому что им все равно кто в итоге придет когда они увидели что зеленский побеждает они тут же зеленского взяли в плотный кокон окружили его своим вниманием так сказать и начали отодвигать от них от него всех кто может на него так или иначе влиять кто в том числе вложил в него деньги александр евгеньевич я извиняюсь конечно перебивали по поводу зеленского да участвовать в наших средствах массовой информации вот на телевидении как-то вот активно такую позицию продвигают что зеленский некий такой российский вариант вот это это иллюзия на самом деле так но если об этом говорят российские центральные каналы из средства массовой информации то это должно точно сбить рейтинги зеленского потому что вот то обвинение которое ему бросает господин порошенко в том что он пророссийский кандидат что он там дескать ставленник кремля получается кремль подтверждает так или иначе я вам скажу так что кремлю сейчас выгоднее делать сталку до порошенко даже а не на зеленского потому что порошенко сейчас получивший пинделей от американцев и от демократов и от республиканцев будет более сговорчивый. При этом Порошенко, если он пойдет на какой-то диалог с элитой, вот этот топ-10, то он будет более-менее управляемый. Понятно, что напрямую разговаривать с Москвой он не будет, но через каких-то подставных лиц он будет вести диалог. Порошенко на сегодняшний день кандидатура, прошу прощения, для Москвы более выгодна, чем Зеленский. Зеленского из своих рук уже не выпустят, он не самостоятельно фигура. Все, он на крючке, крючок глубоко заглочен, Коломойский будет там просто отдыхать. Его просто, извините за беда свечи, поимели как лоха. Он ввалил деньги в эту предвыборную кампанию, он рассчитывал, что он будет основным бенефициаром, но в итоге получилось так, что сейчас его просто отодвинут от тела, его покажут на его место, и вся вот эта наша элита, главные основные игроки, вот сейчас находится в состоянии легкой паники. В боксе это называется старым термином, в состоянии Грогги. Вот сейчас они собираются там собраться где-нибудь в Баку, на нейтральной территории, потому что Фирташ, Фирташ, прошу прощения, Фирташ, он же не въездной в Украину, например, и Натахметов не въездной в Россию. Вот они соберутся сейчас в Баку, на нейтральной территории, основные фамилии, так сказать, проговорят вопрос создания какой-то единой платформы, с которой они будут двигать, потому что они же увидели результат разобщения там Вилкул, Мураев, Бойга, то есть они увидели, что это разрывает электораты. Вот сейчас они будут работать над созданием новой платформы, чтобы хоть как-то сохранить свое присутствие в Раде и сохранить свои позиции в Украине. Сейчас начинается очень интересный такой расклад, сценарий, будем смотреть, как он будет развиваться. Александр Сергеевич, ну то есть получается, что сейчас Вернер, справедливо называют марионеткой этого Коломойского, то есть это уже не так, да, я так понимаю? Его уже под другую крышу взяли? Я думаю, что это не так. Я могу, конечно, ошибаться, но следуя той информации, которой я располагаю, плюс опираясь на логику, ну зачем? Зачем американцы? Что, американцы не поставят на место Коломойского? Юлия Владимировна должна была дня назад, вот после оглашения, или так сказать, нет, после оглашения результатов первого тура, но когда уже стало понятно, какими эти результаты будут, она должна была народ на улице вывести. Ее пригласили, ей дали понять, что с ней будет в случае, если вдруг она это сделает. Там дернули националистов Днепропетровских, то же самое ребятам поставили на вид, потому что кто их финансирует? Либо олигархи, которые в кармане у американцев, либо же сами американцы финансируют, мы помним эти все истории. Всех поставили на место, никакого ожидаемого или прогнозируемого бунта, никаких протестов на улицах не будет. Всех четко загнали в стойло, вы посмотрите на результаты выборов по тем или иным областям, например, по Одессе, по Днепропетровской, там, где должны были дать хороший результат по Порошенко, везде пролез Зеленский. Потому что пригласили местную элиту, так сказать, уже региональную. То же самое, провели с ними работу определенную, и те взяли под козырек, потому что поняли, что, ну что, Москва выступает наблюдателем, она не вмешивается в процесс, она хочет, так сказать, уже потом договариваться с кем-либо. А ключевую роль играет, конечно, Вашингтон. И спорить с американцами, которые сегодня обладают очень серьезным ресурсом влияния на Украину, но это себе дороже. Потом это выльется кровавыми слезами. Поэтому все осадили, всех загнали куда нужно, и сейчас вот эта вся группа, которая хотела набрать парламентское большинство, все эти перечисленные, они сейчас объективно пытаются при плохой игре, ну, хоть что-то для себя выиграть, вырвать из ситуации. Но понятно, что это не всплывает наружу, и все это потом только вскроется, когда мы поймем даже не по итогам второго тура, не по итогам выборов в парламент, а спустя где-то там год, когда результаты себя покажут. Кто будет у власти, кем будет Зеленский, какие будут теневые игроки, и на каком месте окажется эта элита, которая сегодня считает, что она правит всем и управляет процессами? Александр Сергеевич, у меня вопрос такой следом возникает. То есть у нас сейчас в нашем всяком экспертном сообществе, там, разные журналисты нам пытаются, нас пытаются убедить в том, что среди украинской элиты произошел раскол. Что произошел некий раскол на некую пророссийскую часть, которую все-таки хочет Россия отчаливать, на некую такую прозападную часть. И, соответственно, как бы, одну представляет на сегодняшний день Зеленский, а другую представляет Порошенко. А из твоих слов я сейчас понимаю, что на самом деле элита монолитна, а это просто идут какие-то там внутренние разборки, которые к стратегии не имеют никакого отношения. Правильно я понимаю? Нет, нет. Нет, из моих слов это не может проистекать. Элита не монолитна, потому что элита не может, украинская элита не делится, она пророссийская или проамериканская. Украинская элита вот сегодняшнего формата, то есть та элита, которую хотят сейчас крепко поджать и заменить ее другой элитой, она молится только одному Богу, это собственной выгоде. И если им выгоднее общаться и делать ставку на американцев, они будут делать ставку на американцев. Если им выгоднее делать ставку на Россию, они будут делать ставку на Россию. Но дело в том, что она разделилась по своим предпочтениям еще раньше, некоторое время назад, когда часть элиты ориентирована на Америку в силу того, что бизнес их в основном размещен на Западе, а часть элиты предпочла бы выстраивать отношения с Россией, потому что их бизнес как раз строится на нормальных, здоровых взаимоотношениях с Россией. Возьмите того же Фирташа, который гонял там углеводороды через Россию, из России. Тут принцип простой. И он базируется на вот этой старой формуле, которую еще Кромвель озвучил, что нет ни вечных врагов, ни вечных друзей, есть вечные интересы. А в данном случае это слишком буквально даже звучит. Чистые интересы. Не более того, украинская элита не способна на долгосрочные союзы. Для нее это аксиома. Украинская элита всегда находится в состоянии разброда и поиска новых сочленений, новых, так сказать, коалиций, комбинаций, более выгодных и более эффективных и приносящих больше дивиденды на текущий момент. Почему все вот эти помаранчевые коалиции развалились? Почему мгновенно, как только возникла угроза, развалилась коалиция партии регионов? Вспомните, конец 2013 года, когда начали выходить из большинства, из фракции регионов, начали выходить пачками люди Рината Ахметова, люди того же Бойко, там 13-16 человек. В итоге то большинство, которое было в руках Януковича, и которое подкрепляло его президентскую власть, стало ничем просто. Поэтому украинская элита, она никогда не консолидируется между собой. Они формируют временные союзы на решение какой-то частной тактической задачи, а сейчас вот этот союз назрел в силу того, что ситуация повернулась против них. И сейчас вопрос идет не о формировании какой-то, я не знаю, там, платформы на ближайшие десятилетия, а вопрос стоит банально. Успеть бы что-нибудь спасти, закрепиться, потому что, если поменяется, вот была элита первого эшелона, которую формировали, там, Днепропетровский клан, пришли донецкие, там, второй эшелон, потом пришел третий эшелон, сбил донецких, условно донецких, во время помаранчевой революции, и каждый эшелон был беднее, беднее и беднее, условно. И они стремились получить власть для того, чтобы, собственно говоря, получить вместе с властью все, что может дать Украина с точки зрения ее потенциала. А сейчас придут за Зеленским, ну, самые голодные. Ну, самые голодные. И они будут забирать у всех, они будут перформатировать в поле. Да, я извиняюсь. Альянс, при таком качестве элиты возникает резонный вопрос, пословно ли такая элита вообще государство удержать? То есть не приведет к этому конечному итогу к развалу государства? Потому что там разные, как ты видели, там, разные проекты, там, на три части развалить Украину, на четыре, там, ну, вот разные, да? Вот как вот ты считаешь? То есть такое качество элиты, понимаешь, она внутри тебя не может... Я не думаю, я часть вопроса прослушал. Я прошу прощения, тут просто, видимо, не тянет трафик. Я часть вопроса пропустил, но я понял, что речь идет об расстаскивании Украины, там, на какие-то части, на какие-то... Да, да, да. В конечном итоге не приведет ли это к развалу государства? Ну, я думаю так, что... Меня нормально слышно? Вот меня, по крайней мере, я не прерываюсь, как-нибудь обозначьте. Все, понял. Ну, просто я тебя вижу фрагментарно, вот сейчас тут палец завис, и хорошо, замечательно, мотивирует. Так вот, я думаю, что американцам невыгодно... Ну, почему мы осылаемся на американцев? Не с точки зрения клишированной пропаганды, а с точки зрения отражения реального положения вещей, реального статуса, который имеют американцы по отношению к Украине. Это те, кто объективно управляет процессами. Так вот, американцам дробление Украины, растаскивание ее на куски невыгодно, потому что Украина, утратившая свою унитарность, целостность, это уже более, точнее, менее эффективный инструмент. И, если они провозгласили, как мы часто любим повторять, войну с Россией до последнего украинца, то есть Америка ведет войну с Россией до последнего украинца, то им, конечно, нужен весь ресурс Украины, весь потенциал. Мы заинтересованы в том, что... Вот смотрите, моя логика заключается в том, что спасение Украины только как раз в ее делении на сферы влияния. Вот поэтому принцип каждый додержит в отчину свое. Но это моя логика. И я считаю, что, как бы это все казуистически сейчас не звучало, но Украина сохранится только, если она сейчас утратит свое значение для американцев как инструмент борьбы с Россией. Хоть мне и пытаются некоторые убедить в том, что... Слушайте, ребята, вот вы замкнулись в своем маленьком мирке, вот у вас своя система координат, и вы не можете выйти за рамки этой вашей парадигмы. Вот вы, Донбасс, Россия, какая-то ваша борьба, какие-то сакральные мотивы и прочие десятые. Забудьте! Даже Россия для Америки на сегодняшний день не является каким-то там серьезным фактором. У них сейчас основная борьба осуществляется на уровне республиканцы и демократы. Имеется в виду вот эта их клановость, деление, так сказать, или попытка перехватить власть одних у других и прочее. И все остальные, или все остальное для них на этот момент, это, дескать, вещи второстепенные. Я категорически с этим не согласен. Категорически. Да, может быть, это и присутствует, эта борьба американцев. Но дело в том, что... Внутри американская борьба. Но дело в том, что их отличает очень такое существенное качество, которое и нам бы не мешало позаимствовать. Они, даже будучи вовлечены во внутренние разборки, они никогда не забывают об интересах своей империи. Вот именно. Интересы Америки, в первую очередь, если будет хоть какая-то угроза этим интересам, они, конечно, отставят в сторону все вот эти разногласия. И они будут действовать консолидировано, независимо ни от чего. И Россия, конечно, для Америки на сегодняшний день достаточно такой, серьезный фактор влияния. И давить на Россию через Украину американцам выгодно. Поэтому зачем им дробить и делить Украину? Наша задача, конечно, спасти Украину. Любыми способами. Не захватить ее и посадить там свой режим, а найти такую формулу этого, условно говоря, спасения, пусть как бы кто скептически не относился, которая позволила бы сохранить, вырвать этот потенциал из лап американцев и сделать этот потенциал как минимум не опасным для себя. Для себя, для Украины как таковой и для окружения Украины. Ну тогда вопрос возникает следующий. Получается, вот из ваших слов, а как вы тогда это видите? Как это можно вырвать всю Украину целиком? Потому что планы, как вырвать Восточную Украину, я абсолютно представляю. А как вырвать всю Украину? Как деноцификацию проводить? Что делать с западными регионами? Как это должно выглядеть технически? Вы знаете, я, наверное, скажу то, что таким крайним патриотам, радикалистски настроенным, не понравится, но я сейчас не вижу ни одной формулы, при которой мы можем забрать всю Украину. Я сейчас считаю, что наиболее оптимальный способ, это поэтапное, даже не присоединение, о присоединении речи не идет, а извлечение из той среды, из того мира, в котором сейчас пребывают те или иные участки Украины. И не присоединение, потому что на присоединение сейчас Украина или даже та часть Украины не пойдет. А предоставление этим отдельным районам, отдельным территориям какого-то такого статуса, который бы позволил им существовать независимо, я имею в виду, чтобы статус был абсолютно нейтральный, чтобы никто не мог использовать. А с учетом естественного тяготения этих территорий, я имею в виду сейчас территории, которые потенциально могли бы войти в состав Новороссии, а это территории, наполненные максимальным промышленным потенциалом, и они, естественно, больше всего страдают от разлучения с Россией, потому что основной потребитель их продукции, конечно, и основной рынок, это Россия. Тяготение этих территорий к России обусловлено на всех уровнях, начиная от языкового, продолжая ментальным и заканчивая сугубо экономическим. То есть, если мы будем лишать Украину, ну, агрессивную Украину, я имею в виду, ее потенциала, то оставшаяся часть Украины, она уже будет просто не опасна. Представьте, если от Украины отпачкует весь ее промышленный потенциал, а останется только какой-то, как мы любим говорить, про офисный планктон, Киев, который наполнен офисным планктоном, там, западная Украина. Что такое западная Украина? Если Советский Союз не смог вытравить из западной Украины вот эти ее бандеровские настроения, эту память, эту историю, то мы каким образом это сделаем? Мы же не пойдем на геноцид, мы же не станем там устраивать освенцем, там, Загзенхаузен и все остальное, печи газовые, там, или еще что-то. Понятное дело, что никто никогда на это не пойдет. То есть, соответственно, я бы предложил методику изоляции этих территорий, очистки территорий нормальных, здоровых или с нормальным здоровым потенциалом от вот этого нездорового элемента, который представлен на сегодняшний день этими ультранационалистами, бандеровцами, профашистскими какими-то организациями, неонацистскими. Выдворение их, какие-то территории и локализация на этих территориях, а потом планомерная системная работа уже с ними на этих территориях. Тем более, что за короткий период времени они друг друга, там, как пауки-банки в большинстве сожрут. Поэтому надо работать системно, методично, спокойно, без органина и, самое главное, никого там не подвергать чрезмерному насилию. Ну, тогда, получается, у меня вот следующий вопрос возникает. Тогда почему это не было сделано в 2014 году, когда у Украины фактически не было армии, да, такое довольно рыхлое общество было. Сейчас как ни крути, они отмобилизовались, они какую-никакую армию создали, учили боевую, сейчас же это будет, в разы сделать сложнее. И просто одним референдумом, как это было с Крымом, там, или как вот в Донецке, когда референдум мы проводили, так уже не получится без войны это сделать. Я же правильно понимаю? Вот кроме слова, я правильно понимаю, я ничего не разобрал, референдум, который провозили, я правильно понимаю. Повтори, пожалуйста, действительно, дефекты связи и плохо пробивается речь. Хорошо, давай еще раз повторю вопрос. Сейчас же без крови это не получится делать. То есть в 2014 году, когда у Украины не было армии, когда довольно было рыхлое общество, то можно было спокойно с помощью референдума, как вы говорите, по петям областя забирать. А сейчас как это сделать без войны? Ну, то есть там уже есть армия, довольно мобилизованное и агрессивное общество. Да, я логику понял. Если я попаду не в попад, как бы, ну, поправишь меня тогда. Да. В любом случае, в любом случае, это многокомпонентная работа. Тут нельзя сказать, что все должно только в одной горизонтальной плоскости развиваться. Вот, встали мы по линии фронта, и либо мы вперед, либо они вперед пойдут. Конечно, то, что делает и местная элита, ориентированная на Россию, и то, что делает Россия, каким бы способом она это ни делала, конечно, это работа определенная. Конечно, нужно воздействовать на все слои, использовать все рычаги и инструменты. Использовать, естественно, недовольство. Вот смотрим сейчас, что происходит. Что американцы увидели угрозу, предприняли шаги определенные, поддержали Зеленского хотя бы тем, что не связали руки Коломойскому, и не дали Коломойскому и всем остальным действовать против Зеленского. То есть они просто обеспечили процесс. Но тем же самым, испугавшись и пойдя на определенные шаги, они тем же самым напугали и украинскую элиту. Они показали, какое место ждет завтра эта украинская элита. Но этой украинской элиты, которая завтра потенциально соберется в Баку и будет решать вопрос об объединении своих ресурсов, у этой же украинской элиты ресурсов же достаточно. Соответственно, они ее применят. Но теперь американцы показали свое истинное лицо и показали, что они не особо будут считаться. Есть, конечно, допущение, что все эти мои выкладки, они ничего не стоят, потому что я либо неправильно понимаю ситуацию, либо неправильно интерпретирую какие-то события, обстоятельства. Но давай исходить из той логики, которую я предлагаю. Просто схематически, для того, чтобы понять, собственно говоря, какие механизмы. Вот эта элита начинает примерно похожий реваншистский процесс, как после четвертого года, после помаранчевой революции, когда убирали Ющенко и приходили к власти Донецкие. Нам нужно, конечно, нам нужно приводить, если говорить объективно, нам нужно приводить к власти тех, кто достаточно ровно дышит в адрес России, но при этом нужно менять методику взаимодействия с этими персоналями, силами. Конечно, нам нужно, если говорить откровенно, нам нужно раскачивать ситуацию на Украине. Понятно, что видимая монополия какая-то американцев, она на самом деле не настолько тотальная и глобальная. Понятно, что они не могут охватить все, и они делают ставку только на тех ренегатов, которые, собственно, готовы с ними взаимодействовать и верой правой им служить. Но практика уже показывает, что, во-первых, как мы говорили, нет системных союзов, нет правила, нет культуры формировать долгосрочные союзы в Украине. Это во-первых. Во-вторых, непростая обстановка, постмайданная социальная, я имею в виду, обстановка, когда очень много недовольных слоев. Сейчас на фоне, так сказать, прямого влияния американцев это недовольство гасится, но оно же не будет бесконечно держаться под спудом. Рано или поздно оно вылезет, это недовольство. Соответственно, это тоже наш фактор, который мы имеем право использовать. Дело в том, что сейчас на Украине ничего не будет происходить пророссийского. И любые внутренние волнения, любые переделы сферы влияния, они будут построены только по одному простому принципу. Одни элиты будут давить других элит. Будет внутриэлитарная борьба, будут попытки под патронатом американцев выстроить какую-то политическую систему, но при этом это все-таки борьба. Никуда ты от этого не денешься. У борьбы есть свои законы определенные, которые даже без режима ручного управления могут сработать в любой момент. То есть это просто есть закономерности. Эти закономерности выстреливают при формировании совокупности каких-то обстоятельств. Нам нужно, конечно же, пытаться влиять на формирование этих обстоятельств. Почему вот эти все истории с паспортами, с выдачей, как элемент какого-то там политического поддавливания? То же самое история с... Как мы действовали по Дебальцеву, да? Помните вы? Когда нужно было в конце концов додавить Порошенко по подписанию, мы устроили, так сказать, взятие Дебальцева, и в результате вот этот метод военно-политического поддавливания сработал, Порошенко подписал Минские соглашения. То есть у нас есть определенный, хоть и ограниченный инструментарий. Как грамотно и как эффективно и своевременно этим инструментарием распорядиться, это, конечно же, вопрос тем людям, которые управляют процессами и отвечают за процессы. Но этот инструментарий есть. Он накладывается... Инструментарий это раз. Сейчас бегло я какие-то наброски сделал. Плюс те тенденции, которые есть в Украине и развиваются на уровне элиты, на уровне слоев, которые достаточно социально активны. Вот эти все тенденции, плюс грамотная какая-то методика работы с этим всем могут, конечно, привести к результату. Но надо понимать, что результат не будет сразу 100% таким, какой мы его себе рисуем. Понятно, что сейчас борьба идет не за присоединение к России, а просто за освобождение этих территорий от влияния американцев, чтобы потом на втором этапе выстраивать какой-то диалог. И, конечно, когда мы действуем по формуле, что должны прийти наши олигархи, хорошие олигархи, не забрать у плохих олигархов в Украине, тогда эта формула, конечно, не сработает. Потому что там это все встретит сопротивление мощнейшее. И мы допустили ряд технических ошибок, когда мы залезли с этим, так сказать, своим лицом калашный ряд и испугали украинскую элиту. А украинская элита на сегодняшний день держатель активов и денег. И она проплачивает очень многие процессы, включая даже националистические батальоны, которые не хотели прихода элита плюс батальоны, плюс их возможности влиять на процессы. Они не хотели прихода России. Они сопротивлялись нам изо всех сил, потому что они считали, что Россия придет с одной целью. Забрать все, что у них есть, что более-менее котируется и, так сказать, присоединить к себе. Формула о том, что должны прийти хорошие олигархи наши и убрать плохих олигархов их, она не мной придумана. Это слова одного из российских олигархов, к сожалению. Если мы будем вот такими методами кондовыми действовать в отношении Украины, то мы ничего хорошего не добьемся. Если у людей в голове только, так, а что мы можем там забрать? Так, этот спорт функционирует, он там приносит деньги. А хорошо, возьмем на заметку. Эти заводы работают, возьмем на заметку. Эта методология, она не только ущербная, она антироссийская. Поэтому, конечно, мы должны выработать новую методологию. Тогда эта методология сработает. Александр Сергеевич, а тут у меня, знаете, вопрос задают, люди пишут и спрашивают. Беда, беда со связью, прошу прощения, вообще замолчала. У меня сегодня связь отличная. Я просто вопрос хочу вам задать. Ну, слава богу. Лучше я буду плохо слышать и переспрашивать, чем меня будут плохо слышать, иначе смысл в этом все диалоге. Нет, тебя отлично слышно есть. Вот вопрос такой возникает. Тут разные варианты развития событий. Там Порошенко придет, Зеленский придет. Чем это грозит все республикам? Там Луганская, Донецкая республика. Или вообще ничего не поменяется? Какие есть прогнозы? То есть что-то поменяется, ничего не поменяется. Будет опять война, обострение пойдет, наступление пойдет. Какие варианты развития событий есть? В зависимости от победы каждого кандидата. Либо вообще ничего не изменится. Нет, самое главное, что поменяться может в любую сторону ситуация. Но, к сожалению, она поменяется по вот этой шуточной формуле. Какие шансы, что динозавры возродятся? 50 на 50 или возродятся или нет? Так вот и здесь. Вот сейчас нет никакой зависимости от прихода того или иного кандидата. Ровно как Зеленский, который сам по себе не правомочен ни в чем, может озвучить решение упомянутых уже американцев. Вы меня простите, что я все время к ним отсылаюсь. Но это же ведь правда. Я не пропагандист. Я не использую, так сказать, кремлевские формулы. И вот по какому-то коммерческому вопросу к нему обратились его компаньоны, которые остались здесь, на нашей территории. Им нужно было решить какую-то проблему, связанную с коммуникацией между украинской территорией и нашей, еще до установления блокады. Геллер обратился к председателю на тот момент СБУ, господину Наливайченко, еще до того, как назначили вот этого Гриценко или Грицака. Наливайченко ему честно сказал, что мне надо сходить к американцам, которые у меня сидят на Владимирской 33, и сначала согласовать эту вопрос. Американцы, какой американцы относительно России займут позицию, такую позицию озвучит и Зеленский. Такую позицию озвучит и Порошенко, в случае, если он придет к власти. Единственное, что с учетом электоральной риторики, или рассчитанной на электорат риторики, предвыборной риторики, все-таки Зеленский более склонен, так сказать, к установлению каких-то диалоговых отношений, не военных. А Порошенко все-таки представляет партию войны, и вероятность того, что Порошенко продолжит попытки военным способом решить эту ситуацию, они выше, чем относительно Зеленского. Но Зеленский не обязан исповедовать то, что он провозгласил в качестве просто предвыборной риторики. Конечно, Александр Сергеевич знает ситуацию не понаслышке. Он в свое время служил в спецслужбах Украины, имеет и профессиональные связи до сих пор, и опыт определенный. То есть он знает ситуацию внутри не так, как ее знают наши журналисты, блогеры российские, которые в Украину ездили как туристы. И поэтому его мнение, я думаю, важно, интересно. Он знает о том, что происходит, не понаслышке, на самом деле. Я извиняюсь, но опять технический наклад какие-то со связью. Он приглашен, но выиграет. Сейчас, я думаю, мы решим все вопросы. Вернем Александра Сергеевича в эфир. Извиняюсь за паузу. Цукерберг не дает нам пообщаться нормально. Но ничего, мы обязательно победим. Вот если бы наша социальная сеть ВКонтакте, российская, сделала бы такую функцию, и бы просто цены не было. Да. Ну вот я согласен, там происки врагов, на самом деле. Подсоединяются. Сейчас он подсоединяется. Я так просто понимаю, для того, чтобы вести эти такие совместные прямые эфиры, нужен хороший трафик. Именно скорость интернета большая. Вот, я сейчас тут в офисе нахожусь, здесь хорошая скорость. Но сама функция очень полезная. И в наших российских социальных сетях не помешало бы сделать тоже аналогичное. Подключается он, да? Ну, крутится добавление. На самом деле, вопрос по Украине очень серьезный. С одной стороны, нам наши СМИ говорят, в зависимости от того, кто победит, будет пророссийский курс или проамериканский курс. Ну, мне это кажется ерундой, по той простой причине, что там пророссийских сил организованных вообще нет. То есть, есть отдельный медведчук. Для тех, кто не жил на Украине, он может и кажется хорошим человеком, там, авторитетным, потому, что он кум Путина. Ну, кум, да, там. Запустились? Да, Александр Сергеевич, запустились. Я прошу прощения, но это не наши проблемы. Это уже что-то связано с работой Фейсбука. Поэтому, ребята, извините. Я, кстати, вот сразу тебе позвонил. У тебя, видимо, другой телефон или... Александр Сергеевич, я отключил и только одну функцию оставил, для того, чтобы не сбивали, так скажем, транспорты. Я понял, чтобы не перебивали звонка, но я не смог дозвониться. Хорошо. Хорошо, если привезешь... Александр Сергеевич, сразу тогда можно вопросов задать? Хорошо? Да, давайте, давайте. Вот, я спрашиваю. Ваше мнение по поводу комментариев Пескова о выдаче паспортов для граждан ЛДНР. Это первый вопрос. А второй вопрос от меня личный. Вот сегодня прошла информация, что Говоруна отправили в отставку. Ну, вы знаете, да, человека, который курировал Луганскую Донецкую Республику в администрации президентов наших. Вот его отправлены в отставку, вероятно, как-то связано вот с некими провалами на этом фроне. Вы можете прокомментировать? Вы можете прокомментировать. Честно говоря, я не знаю, имеет ли отставка или перевод на другую работу Говоруна какое-то отношение к результатам того, что происходит у нас. Не знаю. Потому что Говорун, он работает в тесной связке с Сурковым. Сурков – жесткий авторитарист. Он не допускает своей воли. Соответственно, Говорун не принимал никаких самостоятельных решений. В команде Суркова работали там Поляков, он же полярник, и сейчас он занимается Абхазией, насколько я понимаю. То есть это не первая, скажем, потеря в команде Суркова. Но Сурков, когда я говорю авторитарист, то я просто даже не знаю, в какой превосходной степени выразить это понятие авторитариста. Он жесточайший авторитарист. Мнения там какого-то отдельного просто не бывают в его команде. Поэтому если просто Говоруна, следуя из этой логики, сделали крайним за неуспешность какой-то политики, ну, может быть, может быть. Может быть, просто он не сработался или устал работать с Сурковым. Потому что Говорун уже начальник управления, судя по его статусу, и отвечает там за определенные взаимоотношения. Но я никогда не видел Говоруна как самостоятельную фигуру. Даже все мои контакты, которые были, они все были непосредственно с Лависом Юрьевичем Сурковым. И Говорун никогда не позиционировался как человек, который принимает решения. Поэтому не готов ответить, связаны ли как-то между собой эти обстоятельства. Может быть, они никак и не связаны. Потому что, ну, за что их казнить вот сейчас? Свою функцию, свою миссию они, в принципе, добросовестно выполнили. Они заморозили этот конфликт, как и планировал Сурков с самого начала. Он говорил о том, что, слушайте, ну, у нас же подвешены, есть ситуации в Южной Осетии, в Абхазии. Вот такая ситуация должна сложиться и на Донбассе, я сказать. Как он сказал, так в итоге и получилось. Поэтому пока что, пока что по сценарию развивается. Ну, будем предполагать, что Говорун просто действительно устал работать и решил покинуть эту сферу деятельности. А какие там подробности всплывут потом, мы будем смотреть потом. А по поводу паспортов? По поводу паспортов, слушайте, эта игра такая, очень странная. Я знаю из первых рук, из самых первых рук, знаю о том, что решение выдачи паспортов планировалось. Но оно было подвязано под результат первого тура выборов. Мне задают вопрос, как связана выдача паспортов с результатами первого тура или вообще, в принципе, выборов. Ну, связано очень просто. Дело в том, что выдача российских паспортов тем, кто является носителем паспортов ЛДНР, но это все-таки серьезный политический шаг. Никто пока не говорит конкретно о том, какого качества эти будут паспорта, что это загранпаспорта или паспорт гражданин России. Я, честно говоря, не услышал никаких более детальных пояснений по этому поводу. Но все равно наличие на руках у значительного количества граждан непризнанных республик российских паспортов говорит о многом. Это ведь не десятки тысяч, это ведь сотни тысяч людей. То есть это уже дает России основания заявлять о том, что вот там наши граждане, дескать, находятся. То есть вопрос с паспортом, он должен был решаться так, чтобы отпал вопрос с пропиской, чтобы не было каких-то там нюансов чисто бюрократических. И какую формулу до этого придумали? Ну, наверное, такая же, как для Южной Осетии действует, для Приднестровья, для Абхазии действует. Но все равно это дает какие-то определенные преференции России в этом случае. Плюс при этом, конечно, это бросает вызов, скажем, мировому сообществу, которое требует от России исполнения каких-то там минских договоренностей, чего-то еще. То есть получается, что с одной стороны мы обвиняем Украину в исполнении, в невыполнении минских договоренностей. С другой стороны, идем сами на шаги, которые можно трактовать как неисполнение каких-то договоренностей. То есть мы значительной части электората Украины даем российское подданство, по большому счету. В любом случае, в оттенках, в нюансах это решение вызвало бы резонанс определенный. То есть это лежит в конве вот этих всех так называемых поддавливаний и военных, и военно-политических, и сугубо политических. Плюс при этом, мы же ведь понимали и говорили об этом, что обязательно начнутся какие-то дополнительные способы и средства активизации ситуации, помимо паспортов. Украина пойдет на обострение, на линии соприкосновения. Начнутся попытки, и они действительно оправдались, попытки давить на нас гуманитарными способами, в плане даже отключения воды. И вот на сегодняшний день, вот даже наш Докучаевск, как раз именно потому, что Украина обесточила мощности, которая занимается прокачкой воды по Северодонецкому каналу. Город Докучаевск, наш сателлит Донецка, он на сегодняшний день просто остался полностью без воды. И в течение суток водоснабжение не восстановили. Хотя принято решение на Украине продлить предоставление электроэнергии от компаний «Укринтерэнерго» тем компаниям, которые занимаются водоснабжением Донбасса, то есть воды Донбасса или Сичанский водоканал. Принято решение, вот оно, вот только принятое. Но сама формула задумывалась под то, чтобы отключить нас от энергоснабжения этих компаний, а эти компании без энергоснабжения прекратят поставлять воду на наши территории. То есть и это прогнозировалось, то есть со всех сторон планировалась активизация ситуации. Планировалась она под приход Порошенко, чтобы, ну, скажем, со своей стороны надавить. Он же все-таки апологет этой военной риторики. Ну и мы со своей стороны должны были бы показать, что, ну, хорошо, мы предоставим вам зеркальный ответ. Я думаю, что сами паспорта, они не как отдельное какое-то действие, а как одна из мер в совокупности действий должны были. И сейчас вот приторможение с этим вопросом, ну, видимо, связано как раз с тем, что ситуация изучается, и решение будет приниматься в зависимости от того, как ситуация себя поведет и куда она повернет. Это я так для себя объясняю, ну, да. А можно вопрос, вот, человек военный, и хочется, чтобы вы дали оценку военной обстановке, да, там, что сейчас происходит. По сравнению с тем, какая она была в Членске, примерно понятно, да, украинская армия была слабая, плохо мобилизованная, плохо вооруженная. Что сейчас происходит? Насколько правда, что там уже подключились там инструктора НАТО, бойцы НАТО, как-то были компании западные, то есть, что на Украине уже практически сформирована полноценная армия, готова решать какие-то серьезные военные задачи. Что из этого слухи, что из этого правда? Как вы можете сказать? Ну, на какой-то процент уровень боеготовности украинской армии, конечно, подрос, но я бы не стал переоценивать это. Дело в том, что Украина ведет, как и мы, позиционную войну. Она находится на месте. Она, повторяюсь уже не первый раз, не маневрирует, она не учится работать соединениями, она не учится работать в наступлении. То есть, у нее нет необходимого опыта для того, чтобы армия превратилась в настоящую дееспособную и боеготовную армию. Работа с украинскими военными и спецназом западных инструкторов, конечно, дает какой-то результат, но, тем не менее, это же не поголовно. Любая наука, она получает закрепление на военной практике, а военной практики нет во время позиционной войны. Какие-то снабженческие вопросы, они, конечно, подтянуты там, все-таки что-то новое из различных видов вооружений или специальных технических средств в украинской армии появилось. Это дает им определенные преимущества по отношению к нам. Неплохо работает радиоэлектронная разведка, радиоэлектронная борьба. Мы испытываем серьезные трудности по задачам проведения аэроразведки с нашей стороны при помощи беспилотников. Они борются с нами, мы боремся с ними, с точки зрения перехвата канала управления. То есть комплексы обнаружения артиллерийских систем, комплексы контроля за территорией, даже элементарные вещи, камеры с прямым выходом в интернет, которые дают им возможность наблюдать, в том числе и в инфракрасном режиме, за подступами к их позициям. Камеры вынесены на достаточное удаление. Все это у них присутствует, не в том количестве, которым, конечно, необходимо. Какие-то новые средства борьбы, например, с нашей техникой у них появились, типа этих джавелинов. Но еще раз говорю, что за всем за этим стоит человеческий фактор. Человеческий фактор так же, как и мы, устает. И люди устают. И формируют тем самым такую достаточно уже серьезную усталость и апатию определенную. Все, что действует на нас, действует на них. На нас это действует сильнее, потому что мы перенагружаемся больше, ввиду нехватки у нас личного состава. Но в то же время и они не прогрессируют. Что может рассказать инструктор? Что он может показать, при том, что украинская армия сформирована по советскому образцу? Там нет тех типов, скажем так, соединений, или нет тех типов формирования подразделений, которые присущи в подразделениях НАТО. То есть они могут преподать какую-то индивидуальную подготовку, тактико-специальную, огневую подготовку. Но когда человек попадает на линию огня, когда он попадает на линию соприкосновения, на него начинают действовать другие законы. Психологически, прежде всего. Человек понимает, что там те знания, те навыки, которые он получил в тепличных условиях, на каком-то учебно-тренировочном поле, там они мало пригождаются на самом деле. Те, кто специалисты, снайперы или те, кто работает с техникой, конечно, они после работы с ними опытных кадров со стороны... Если, например, передаются Украине переносные комплексы по обнаружению, например, нашей беспилотной техники, те, которые мобильные комплексы, естественно, им нужно обучать специалистов, они обучают наши украинские специалисты, работают с этой сей техникой. Это понятно, это узкоспециализированное направление. То, что касается там... Ну, любой спецназ, который окажется в зоне боевых действий, попадая под артиллерийский обстрел, даже минометный обстрел, он подвергается тем же самым рискам, и весь тот запас знаний, который он накопил, там навыки какие-то манипуляторные и прочее, которые он приобрел, они вообще не имеют никакого смысла, никакого значения в зоне боевых действий, когда работает артиллерия, когда работают те средства поражения, которые приличествуют к настоящей войне. Американцы, американцы, они ни на одном из участков не ведут такую позиционную войну, фронтовую, какую ведет украинская армия. Американцы не могут поделиться опытом сегодня, как вести такую войну. Даже российские специалисты, которые вели, например, или были участниками боевых действий в ходе первой, второй чеченской кампании, они сталкиваются с трудностями у нас, потому что это война другого формата. И применить тот опыт, который американцы имеют в Афганистане, в Ираке, на других участках напряженных. Здесь, в этой обстановке, ну никак не получится. Это разные форматы ведения войны. Повторюсь еще раз, те навыки, которые прививаются на полигонах инструкторами, они в условиях боевых действий, особенно в условиях активности, ну человеческое тело от этого же не становится, менее уездивым. Не появляются же какие-то дополнительные жизни от того опыта, который они так получают. И в случае попадания осколка в зону поражения, так сказать, человек погибает. Что специалист высококвалифицированный, что обычный человек новобранец, который только и умеет, что снимать ходохранителя и досылать патроны. А это все одинаково уязвимые. Поэтому вопрос, который логически вытекает из предыдущего. А есть ли военное решение этого военного конфликта? То есть какие силы и средства нужны Украине для того, чтобы силой взять Донбасс, Луганскую народную республику, Донецкую народную республику, есть ли у них такие силы и средства? В принципе. То есть имеет ли этот конфликт военное решение? Да у них есть. У них есть эти силы и средства на сегодняшний день. Здесь вопрос только в одном. Вопрос в потере. Готовы ли они пойти на эти потери? Мы же естественным образом, не потому что это наша тактика или стратегия, мы будем действовать, исходя из возможностей, которые нам предоставляют а. Наш потенциал, и б. Те условия, в которых мы находимся. А мы находимся по границе наших крупных городских агломераций. Если мы в 2014 году, имея численный недостаток, причем в разы, по сравнению с украинской армией, спаслись тем, что мы просто вот заняли окраины городов наших, Ясиноватый, все эти поселки, там, Горлопки, других населенных пунктов, Докучаевская. Вот мы заняли, мы использовали города, мы использовали их как естественные препятствия, и мы не пустили украинцев. И они, пытаясь нас атаковать, раз за разом несли потери, и они-то когда поняли, что эти потери уже достаточно существенные, они остановились. Они поняли, что овчинка выделки не стоит, нужно заключать мир. Но тогда у нас был один уровень и готовности, и мотивированности. То есть мы были, я считаю, что ополчение 2014 года при всех его проблемах, и даже менее оснащенные, чем сейчас, корпуса, все-таки были в какой-то степени более боеготовные. Они, по крайней мере, были достаточно сильно мотивированы. И вот это сочетание, так сказать, естественных условий, городских, плюс наша мотивированность позволили нам удержать украинцев. Сейчас мы повторим этот, прием тактический, вынужденный, точно так же. Мы отойдем, скорее всего, при попытках прорвать нас по линии фронта, мы отойдем с тех рубежей, которые на сегодняшний день мы занимаем, где мы выходим за пределы агломерации, где-то в полях находимся, например. Мы не удерживаемся в полях, мы отойдем опять городским агломерациям и будем давать бой уже в условиях города. То есть украинцам придется действовать в наступлении, которое требует численного перевеса минимума три раза, по канонам военным, так сказать. Действовать против нас в обороне и имеем в виду то, что мы располагаем серьезным артиллерийским ресурсом, который будет действовать из тыловых позиций и им придется штурмовать города, штурмовать населенные пункты, которые не так-то просто взять. И если они готовы на сегодняшний день понести огромные потери для того, чтобы решить эту задачу, тогда, конечно, у них хватает ресурсов для того, чтобы нас поставить в невыгодное положение, может быть, даже разбить на какие-то очаги бессистемного сопротивления, ну и, собственно говоря, завершить ситуацию военным образом. Им не нужно на сегодняшний день, им не нужно ничего, кроме решимости пойти на колоссальные потери, на очень существенные потери. Если Украина готова пойти на эту пировую победу, так сказать, ну тогда в таком случае ей нужно только саккумулировать ресурс, донабрать, так сказать, мобилизованных людей, чтобы они выполняли какие-то военные задачи, подтянут технику, которая где-то у них там отведена и перейти в наступление. По большому счету их численного перевеса и их оснащения технического, военного оснащения на сегодняшний день хватит, чтобы решить военную задачу. Но вопрос цены, только вопрос цены. А цена будет очень немаленькая для них. Потому что большому счету нужно только политическое решение, я так понимаю, да, руководство Украины, которому 5 лет никак принимать не хочет, только из-за потерь. Американцы их никак не подталкивают к этому военному скульптуру. Я думаю, что это самый факт. Военное решение, оно может быть, может быть, но оно будет все равно неполным. Это решение будет все равно частью системы, какой-то системы мер или каких-то мер по общему регулированию. Одним военным способом эту ситуацию решить невозможно. Даже с нашей стороны. Если предположить, что мы вдруг в какой-то момент возобладали каким-то ресурсом мощным, даже если мы перейдем в наступательные в наступление, то мы должны будем в какой-то момент остановиться. Мы же не пойдем. У нас просто не хватит для этого потенциала. Ну вот простой пример. Сегодня совокупная линия фронта нашей Луганской составляет примерно 360 километров. Можно там взять куриметр и посмотреть по карте. Плюс-минус. Но если только мы выйдем на границы областей, эта совокупная линия увеличивается автоматически вдвое. Больше 700 километров. То есть еще одну такую же армию. Вот нам сейчас эту линию фронта тяжело держать. Нам не хватает личного состава. Но нам нужно как минимум в трое-четверо большее количество личного состава, чтобы выйти и удержать рубеж на границах наших областей. То есть линия фронта на границах областей, административных границах, увеличится ровно вдвое. Если мы выходим по рубежу реки Днепр, например, и реализуем этот замысел по, так сказать, формированию Новороссии, эти несколько областей, про которые мы говорили, Одесска, Николаевская, Гиппетровская, Харьковская, то линия фронта увеличивается еще вдвое. То есть это уже будет свыше 1400 километров линии фронта. То есть соответственно, какое количество нам нужно личного состава, иметь, какую армию нам нужно иметь, для того, чтобы решить эту военную задачу. Это для нас на следующий день вопрос неподъемный. Мы можем, конечно, поднатужиться и выйти на границы областей, но применив принцип создания котлов и парализовав украинскую армию, выйти, закрепиться и потом, опять же, переходить к заключению каких-то мирных договоров, но на каких-то более выгодных для нас условиях. Потому что элемент критической массы здесь, конечно, присутствует. Я имею в виду, что если мы удержим одни трети, областей, то это одна расстановка сил. Если мы выходим на границы, на административные границы областей, то это другая расстановка сил. Но автоматически с тем, что мы приобретаем, мы приобретаем как и преимущества определенные, так и дополнительную нагрузку, потому что мы получим еще свой состав две трети областей, где примерно проживает такое же количество или большее количество населения, которое пять лет подвергалось обработке украинской пропаганды. Да, потенциал пророссийский сохранился достаточный, но все равно много людей, которые работают уже или думают относительно России нас отрицательно. Что с этим всем делать? В любом случае при принятии решения сразу возникает куча проблем, которые нужно учитывать. Если их не учитывать, то значит мы сплошные дилетанты. В любом случае проблема не может решаться сугубо военным способом, потому что жизнь в режиме военного существования все равно ни одна территория не будет. Рано или поздно надо переходить к каким-то нормальным взаимоотношениям и первым шагом на этом пути становится разблокирование территории и восстановление торгового оборота с Украиной, если мы говорим о политическом пути решения. Если брать во внимание, что давайте мы всех убьем, всех бандеровцев под нож, то конечно здесь должна реализовываться другая тактика. Это тактика, ну наверное, которая потом получит название геноцида. Александр Сергеевич, но всех бандеровцев под нож реализовать не смог даже Лаврентий Павлович Берез со всем его потенциалом того времени. Вот вопрос задают вам, Александр Сергеевич. Я об этом и сказал, что если Советский Союз не справился с этой задачей, то какие шансы у нас или у России с этим справиться? Тут практически нулевые. Александр Сергеевич, по поводу внутренней ситуации на территории Донецкой, Луганской народной республики, вот вопрос такой конкретный. Хотелось бы узнать ваше мнение насчет комендантского часа. Скоро, говорит, будет пять лет, как люди живут с этим. По вашему мнению, это действительно необходимо? И когда его вообще снимут? Это необходимо. Это необходимо. Я сторонник комендантского часа. Вопрос в том, что не должно быть маразмов, когда человека там припозднившегося на пять минут задерживают и сразу каталажку, то здесь должен какой-то здравый смысл присутствовать. Ну а как вы себе представляете, ребята, это проживая на территории, которая ведет перманентную войну со своим противником, имея факты и прецеденты действий диверсионно-разведывательных групп, когда осуществлялись там террористические акты на нашей территории, как вы себе представляете поддержание режима безопасности на территории без применения каких-то режимных мер? Ну это невозможно. И наоборот, мы и так послабили на протяжении, даже более чем следует, послабили все вот эти меры. Вспомните, сколько было блокпостов, когда вы проезжали от, например, начала Макеевки от Харциска до Центра Донецка, вас раз 15 останавливали на каждом блокпосту и каждый ополченец там залезал к вам в багажник или проверял ваши документы. Вы забыли этот период времени? Ну а я считаю, что мера, связанная с организацией блокпостов, это необходимая и вынужденная мера. Вопрос только в поведении и в отношении людей, которые там находятся. А уж комендантский час это какой-то чинаж. Вы можете меня осудить, я вас как человек могу понять и я вас понимаю даже как человек. Но с другой стороны, если я вам поставлю задачу обеспечьте режимные меры, обеспечьте безопасность общества, обеспечьте контроль за всеми процессами внутренним. Пожалуйста, нормализуйте. Но поверьте, вы никаких других новых способов не придумаете. Велосипед никто изобретать не будет. А если, например, вы пойдете на попущение, вы разрешите там все, что можно, а завтра начнутся какие-то эксцессы, то кому вы будете задавать вопросы? И кто будет потом? И кого будем обвинять в том, что не приняты достаточные меры для того, чтобы обеспечить общественную безопасность? Другое дело, что есть определенные маразматические вещи. Например, мы поддерживаем режим комендантского часа, но в то же время по всякому поводу, по всякому случаю мы собираем массовые митинги, то есть мы создаем условия для осуществления каких-то терактов или осуществления каких-то действий ДРГ. Как так? В условиях военного времени на дистанции, я не знаю, там 10-15 километров от Ленинфронта мы собираем огромные массовые митинги на центральных площадях, мы подвергаем этих людей опасности, не одни службы, даже совокупив все свои действия, с применением всевозможных технических средств, которые у нас, ну, разве что только досмотровые зеркала и собаки, натасканные на обнаружение взрывчатых веществ, это и все наши средства. Ну, с применением всего, что у нас есть в нашем арсенале, мы не можем прогарантировать обеспечение 100% безопасности на таких массовых мероприятиях. То есть, получается, что с одной стороны мы людей загоняем в такие жесткие условия, с другой стороны мы делаем вид, как будто у нас на сегодняшний день не военная атмосфера. Вот этот, конечно, диссонанс когнитивный, который возникает в головах, его... Можно вопрос? Да-да, конечно, да. Я сразу два вопроса задам, чтобы вы уже ответили, как в любой последовательности, как пожелаете. Первый вопрос по поводу усталости. Насколько вот граждане ДНР уже устали от этой войны, да, вот это же некая усталость есть, есть ли уже некие антироссийские настроения из-за этого, из-за этой усталости. А второй вопрос по поводу Мариуполя. Вот уже утрих же задали сегодня, в чате тут люди задают, почему все-таки не взяли Мариуполь? Практически же, говорят, он уже был взят, почему этого не сделали? Такие вопросы. Начнем с Мариуполя. Мариуполь был взят не по техническим причинам. У нас были ресурсы, у нас были планы, были намерения брать Мариуполь. Пришла команда сверху, Мариуполь не брать. А чем руководствовались те люди наверху, которые принимали это решение, чем руководствовался Владислав Юрьевич Сырков, нам не ведомо сие, понимаете? Мы имели дело с чем? С тем, что там не было укрепленной какой-то оборонительной системы со стороны Украины. Там оставалось около батальона по-моему, нацгвардии украинской. Но при этом был такой факт, что батарея Градов была поделена на две части, и одна часть этой батареи была нацелена на завод Азовсталь, принадлежащий Ринату Ахметову, вторая. Часть этой батареи была нацелена на завод Ильича, принадлежащий, опять же, Ринату Ахметову. И в критический момент на отходе эти батареи должны были отработать по заводам, чтобы не оставить, так сказать, от них там камня на камне, ну или уничтожить, по крайней мере, основные узлы производственные. И все. То есть мы уже готовились заходить, уже обсуждались планы, уже мы знали, мы получали информацию агентурного характера из Мариуполя о том, что вся администрация уже грузится в грузовом порту, в торговом порту Мариуполя, даже знали наименование судна, САВОН, трехпалубное небольшое прогулочное судно, куда грузили из администрации Мариуполя, грузили документацию, все, все управление покинуло город, они знали, что мы будем заходить. И сопротивления практически бы мы не встретили. Но было принято политическое решение, в результате которого Мариуполь остался в руках противника, был потом укреплен, и сейчас штурмовать Мариуполь будет примерно то же самое, что они будут штурмовать Донецк. С абсолютно аналогичными последствиями. Мы не намного или вообще не умелей и не оснащеннее, чем они, и мы точно так же понесем потери, как и они при попытках перейти в наступление. А что касается усталости и антироссийских настроений, есть отдельное проявление недовольства, но в основном это недовольство адресовано людям, которые принимают решения. То, что мы находимся в состоянии, как я уже говорил, этой перманентной войны пять лет, и то, что люди морально уже истощились, и у многих присутствует настроение лучше ужасный конец, чем ужас без конца, это факт. Действительно, это так. Приделал... Но, с другой стороны, с другой стороны, мы имеем возможность наблюдать и то, что происходит в Сирии. И разрушение сирийское, и жертвы, потери там не сопоставимы с нами. Это немало не утешает нас, конечно, но, тем не менее, война это война. И, к сожалению, все последствия, которые она несет, мы вынуждены переживать. Другое дело, что сегодня настолько неблагоприятная общая обстановка, как мы говорим, геополитическая, что никто никто не перейдет к какому-то радикальному решению этой ситуации. И все пытается придумать какую-то политическую формулу в виде интеграции нас в состав Украины, на правах какой-то автономии, и только торгуется по, так сказать, глубине этой автономии, по глубине прав в рамках этой автономии. Что мы сохраним, насколько мы сохраним, так сказать, все то, что мы создали и прочее, это не решает никаких, вообще, на самом деле, вопросов, потому что очень много людей осталось в зале несоприкосновения, которые считают себя нашими, и мы их считаем нашими. Очень много людей, которые вышли во время отступления со Славянской и со всех остальных городов, вышли с той территории, и у них остались там дома, семьи, могилы, и они находятся на нашей территории в ожидании возвращения. То есть это все равно не панацея интеграция нас в формате какой-то автономии. Но, тем не менее, это практически основной формат, который вот на сегодняшний день обсуждается. Если не война, а по поводу войны мы уже проговорили, то вот этот формат. Но нам никак не удается выторговать у Украины, если говорить не нам, я имею в виду, а кураторам, не удается выторговать у Украины такой формат, который бы, ну, не бросил бы их в грязь лицом. Они же ведь хотят, так сказать, в рамках автономии сохранить вот ту систему и тех людей, управленцев, которые на сегодняшний день есть у нас, сохранить и дальше для управления этими территориями уже на период, так сказать, нашего пребывания в составе автономии. Я сейчас говорю абсолютно рационально, прагматично, не отсылаясь к тому, хотим мы этого или не хотим. Конечно, те люди, которые приняли активное участие в 2014 году и которые создавали ситуацию, которых вот в чате там называют террористами в моем лице, я видел, кто-то там писал, так сказать, некоторые реплики. Вот эти террористы, включая меня, вот мы, естественно, против украинских флагов на нашей земле. Естественно, мы только за интеграцию и заглубление интеграции с Россией. Мы понимаем трудности к Кремлям и относимся к этому с какой-то там определенной терпимостью, хотя терпения, как такового, становится все меньше и меньше на самом деле. Но это чисто человеческие проявления, никуда от этого не денешься. Я специально специально не периллюстрирую и никак не удаляю эти все комментарии, которые у меня в аккаунтах там присутствуют, для того, чтобы картина была наглядной и достаточно читаемой, что думают люди по поводу текущей ситуации. Если зайти, например, в комментарии ВКонтакте в моих аккаунтах, то можно достаточно хорошо получить представление о том, что люди чувствуют. Там, конечно, присутствуют элементы действий или усилий противника, когда специально раскачиваются такие антироссийские настроения. Но, тем не менее, если подытожить ответ на этот вопрос, да, люди устают, но к России отношение никак не поменялось. Больше трезвости и больше, меньше пиетета и больше претензий к российским властям и больше к каким-то конкретным персоналям, которые получили у нас название так называемых кураторов. Но при этом проукраинский дискурс, он очень слабый на сегодняшний день, и никто там не говорит, кроме тех симпатиков, которые и раньше, еще с 2014 года симпатизировали Украине, не выехали, остались на нашей территории. Процент этих людей не увеличился, процент симпатий к Украине однозначно не увеличился. То наша, та наша связь и та наша близость с Россией, с Россией, которая, и, собственно говоря, мотивировала нас на какие-то определенные действия, она сохранилась и не уменьшилась однозначно. Но единственное, появилось, конечно, больше критицизма в адрес российских властей. Потому что люди прекрасно понимают, что не от русского человека, не от русского добровольца. Русский добровольец точно так же, как вот и ты был в 2014 году у нас, и твои братья осетины были у нас, и погибали, и продолжают там погибать. От русского добровольца, и от русского человека решение ситуации не зависит независимо от того, как он относится вообще к происходящим на Донбассе. А зависит исключительно от тех людей, которые на сегодняшний день представляют власть. И, конечно, к власти вопросы, ну, опять же, повторюсь, если любому из тех, кто занимается критикой, сейчас предложить вариант, предложить самому придумать вариант решения проблемы со всеми, так сказать, ответвлениями и вытекающими последствиями, то, конечно, человек будет находиться в затруднении. А как выйти из этой ситуации? Все мы склоняемся к военному решению, потому что мы радикалистски смотрим на эти вещи. Но, тем не менее, российская власть и российское правительство, конечно, смотрят на происходящее под своим углом зрения. И мы вынуждены с этим мириться и считаться, потому что мы зависим от действий и от решения российского правительства. Зависим мы практически на, не знаю, 29,9%. Тут вопрос задают Александр Сергеевич, вот как бы Давид спрашивает, когда наконец-то начнут пускать с Александра Сергеевича панец. Я подал, так сказать, заявку на рассмотрение этого вопроса и жду ответа. Деталев какие-то я посвящать не буду, потому что я понимаю, что тут разная аудитория смотрит это все. Поэтому здесь нет смысла распинаться, так сказать, по деталям, но вот такая формулировка. Я жду ответа на мою заявку по поводу разрешения мне въезда на территорию Донецкой народной республики, потому что я на территории России нахожусь не совсем на законных основаниях. В этом смысле, что мои все регистрации уже истекли, новую регистрацию я не имею возможности сделать, потому что, продление я имею в виду, потому что мне на миграционной карте поставили штамп аннулированно. Поэтому куда бы я не засунулся с этим штампом, естественно, мне покажут на дверь. Поэтому я сейчас как добросовестный гость России веду себя прилично. В митингах антиправительственных любой окраски не участвую и жду решения моего вопроса, потому что моя сфера деятельности исключительно на территории ДНР и все мои усилия должны быть применены именно там. Я понимаю, что есть некоторые затруднения и в результате мой вынужденный отпуск, так сказать, продляется. Александр Сергеевич, ну все о грустном, о грустном, а хочется о приятном. Тут вот друзья звонили, там Ветер Олег звонил, что пятилетие бригады Восток празднуется вот 5 числа. Так что вот хотелось бы вас поздравить как бессменного командира с этой знаменательной юбилейной датой и хочется, конечно, пожелать вам и нам и вообще всем, чтобы десятилетие уже бригады Восток празднули на Майдане дежелезно-штифе и я думаю, так оно и будет. Будем надеяться. Спасибо. До поздравления. Сейчас многие ребята смотрят, тем приветы передаем. Роксаны Сергеевич, а те, что сейчас бригады батальоном Восток произошло, они служат, где-то ребята разошлись, они что там вообще? Можете в двух словах сказать все, ну, то, что можно сказать. В принципе, когда подошел период интегрировать в официальные структуры подразделения, мы к этому были уже готовы и я-то человек в погонах, так сказать, системный, я понимал, что рано или поздно нам нужно будет уже уходить от этой ополченческой полувольницы и создавать что-то уже более приличное. Когда создался корпус, мы получили там какое-то определенное количество штатов, вот на 4 тысячи мы в корпусе получили 2200 штатов. 1800 у нас осталось неинтегрированными, я выбил еще в корпусе три батальона территориальной обороны по 250 человек, ну, это еще порядка 800 человек. Еще у нас осталось порядка 1000 человек. Я добился по договоренности с минитором внутренних дел, спасибо ему за жест, навстречу, добился еще штатов во внутренних войсках, мы туда порядка полутысячи человек интегрировали, ну и, к сожалению, вынужден констатировать, что часть ребят разошлась под другим подразделением. Какой-то период времени, к сожалению, правда, субъективным причинам, на выход из Востока уже в корпусе оказывалось давление, ставилось условие, что забудьте про свое ополченческое прошлое, про Восток, вот у вас сейчас есть номер воинской части, все, это ваш теперь кодовый номер, это теперь название вашего, так сказать, полка и прочее. Ну, люди-то ведь носят в себе это все, не только в виде нарукавных знаках, но память о том, что они начинали, они были добровольцами, они были в ополчении, ну, это такая, очень сильная память. Поэтому это неистребимо и мы тесную связь достаточно плотно поддерживаем как бы. Плюс при этом в результате получилось так, что когда мы формировали, например, батальон внутренних войск, то я туда вывел всех самых трудно управляемых командиров, потому что у командиров разные характеристики, некоторые легко поддаются, так сказать, взаимодействию в рамках иерархической структуры, а некоторые все воспринимают штыки, единственная среда, в которой они могли бы, например, существовать, это вот та ополченическая среда. Они подчинялись только авторитету командира, только авторитету. Не его формальному положению, не звездам на погонах, а личностным качеством, личностным характеристикам. Ну, ты помнишь, как это все было, ты наблюдал собственными глазами какой-то этап построения, поэтому ты, конечно, прекрасно понимаешь атмосферу, которая зарела тогда. Но когда была атмосфера, командует крупными подразделениями, когда полком командует, например, люди-формалисты, которые привыкли командовать людьми срочной службы и прочее, конечно, эта атмосфера уже поддерживаться не может. Я понимал прекрасно, что отдельные командиры, такие как Сергей Крес, как Жора, они просто не уживутся, они не могут находиться в рамках этой системы. Конечно, я их вывел и скомпоновал из них батальон специального назначения во внутренних войсках, отдельный батальон. Но они сейчас спокойно под руководством командиров, которых я, так сказать, в свое время назначил, это ребята, которые имеют и общевойсковой опыт, и общевойсковое образование, и опыт службы в подразделении в Альфе, довоенной, так сказать, Донецкой. То есть это ребята достаточно хорошего уровня и подготовки, и уровня развития. И они сейчас этим батальоном командуют, и мы выполняем военные задачи на самых передних позициях, на промзоне вдоль Есиноватой, неподалеку от Спартака. То есть в любом случае мы остались на тех участках, на которых и находились, и практически не подвинулись нигде. И они, вот сейчас батальон внутренних войск, так получилось, что он составляет, так сказать, костяк Востока, вокруг него группируются все остальные. По мере возможности мы с теми ребятами, которые ушли в другие подразделения и в полк, и в батальоны терробороны, мы поддерживаем тесный контакт, но в силу обстоятельств кто-то погибает, кто-то уходит по ранению инвалидности, кто-то уходит потому, что просто уже здоровье не позволяет, кто-то уходит потому, что мотивация истощилась и условия, в которых они оказались, не соответствуют их, так сказать, взглядам, подходам. И многие ребята из Востока, они уже ушли на гражданскую жизнь, но при этом мы поддерживаем по мере возможности со многими из них тесные контакты и считаем, что они находятся в рамках одной организации. Ну это естественно, это нормально, но скажу так, что из всех подразделений, из всех структур, которые были сформированы на территории Донецка, Восток на сегодняшний день остался максимально консолидированным и максимально сохранил вот свою такую вот привязку к тому Востоку, который создавался изначально. Все остальные как-то распорошились, их практически не видно, там, оплот, другие подразделения. Мы сумели сохранить и потенциал, и сумели сохранить, так сказать, дух определенный. Поэтому, конечно, мы отмечаем все эти годовщины наши, сейчас тем более будет почти круглая дата, 5 лет. Вот такая история. Александр Сергеевич. Александр Сергеевич. Вы меня слышите? Я слышу, да, но прерывается, но слышу. Александр Сергеевич, мы уже просто почти полтора часа в эфире, так быстро время пролетело, ну, как бы, завершая, хотелось бы узнать такой вопрос вам задать. Вот какой ваш прогноз на ближайший год событий, которые будут проходить в Донецке, да, то есть оптимистический сценарий, пессимистический, ну, и реальный, да, вот, три сценария, которые, как вы видите, в ближайшее время будут разворачиваться в Донбассе. Мой прогноз такой, будем ждать и наблюдать за развитием событий. Все, другого варианта нет. Мы имеем в виду три сценария, мы имеем в виду разные возможности и разные способы развития этой ситуации. Вот сегодня, например, там, люди находятся в повышенной боевой готовности, в готовности выдвинуться на участки, на которых началась активизация. Сейчас очень острая активизация на югах, вот сейчас, в данный момент происходит, и во что это выльется, как это выльется, какой будет сценарий реализован, мы можем, мы можем только гадать. Я не хочу сейчас заниматься там прогнозированием, пророчествами, я всех настраиваю на то, что нужно быть готовым к развитию. Будут нас заталкивать в рамках автономии в состав Украины, значит, мы должны мобилизовать все наши силы, все наши ресурсы, для того, чтобы сохранить наш потенциал. Мы, конечно, не сможем совершить с нашими ограниченными возможностями революцию и идти против Москвы и против Киева одновременно, это ведь понятно. Мы, естественно, скрипя сердце, будем наблюдать процессы, как нас будут, так сказать, интегрировать. Но наша задача сделать так, чтобы даже эта интеграция, в случае, если она случится, как бы меня не осуждали за мои слова, я не хочу сейчас просто заниматься шапкозакидательством и каким-то уропатриотизмом. Я трезво оцениваю наш потенциал. Если Москва заставит нынешнее правительство принять соответствующее решение об интеграции в составе автономии, то помешать мы этому практически не сможем. Зато мы сможем сохранить весь наш потенциал для того, чтобы сюда, на эту территорию никто с той стороны настроенных вот так, бандеровски, националистически не смог, так сказать, и одного шага сделать. Если мы будем общей консолидированной силой, которая сохранит себе наши возможности, наш потенциал, то никакой там сценарий впихивания у нас в Украину в том формате, в каком, например, хочет Украина, не пройдет. Однозначно не пройдет. Поэтому мы должны быть готовы и к этому, хоть он для нас политически неприемлем и болезненен к любым рассуждениям по этому поводу это понятно, что любой нормальный человек будет гнать от себя как можно дальше эту мысль. Но если он будет разворачивать этот сценарий, мы его, конечно, должны учитывать. С одной стороны. С другой стороны, мы должны быть готовы и на случай военной активизации. Даже те небогатые ресурсы, которыми мы располагаем, мы должны мобилизовать по максимуму, для того, чтобы мы могли достойно встретить противника. По крайней мере, устроить ему повторение 2014 года, чтобы он не чувствовал себя хозяином на этой территории и заплатил по полной программе за наглую попытку зайти на эту территорию. Либо нужно всем прийти к мысли о том, что нужно решать политическими способами эту ситуацию. Либо же нужно воевать, пока кто-то не победит. Как я говорил уже, что для большинства это более предпочтительный вариант. Ужасный конец, чем ужас без конца, потому что уже все действительно вымотались и устали. Поэтому здесь я не хочу с точки зрения человека, который потом будет за свои слова отвечать, заниматься прогнозированием. Я не хочу делать своего рода ставки на какой-либо из вариантов на его реализацию. Потом давайте подождем, посмотрим. Я думаю, что какие-то какие-то уже наброски ситуации проявят себя до конца апреля по результатам вот этих выборов. Ну, а я уже говорю, что сегодня уже на данный момент противник резко активизировался и во что это выльется, ну, сегодняшний, завтрашний день уже могут показать по большому счету. Поэтому вот такой ответ. Спасибо всем за то, что поучаствовали в эфире. Тем товарищам, которые, так сказать, наши не друзья, хочу передать привет. Ребята, в любом случае, если бы вы были способны на что-то действенное, мы бы с вами встретились на линии фронта. Поэтому ваши вот эти все попытки, я вам скажу так, что те, кто с нами воюют, они к нам даже больше имеют уважение, чем к те, кто сидят за компьютерами на теплых креслах. Потому что вы для нас никто и зовут вас никак. Террористы мы, не террористы, как угодно нас называете, неважно. Мы дееспособные люди, которые имеют в себе какие-то взгляды, убеждения и какую-то свою идеологию. И в любом случае, если вы чего-то стоите, ввелите оружие в руки, приходите на фронт, мы там с вами поговорим, а не здесь, в эфире. Я с вами говорю, как человек, который сделал какое-то дело. Собрал 4 тысячи человек, вооружил их, экипировал, сделал из них боевое подразделение и заставил это подразделение действовать так, чтобы мы вломили украинской армии, которая превосходила нас по численности на линии фронта протяженностью 50 километров. Поэтому я тот человек, который максимально этому способствовал. А вы, не знаю кто, а всем нашим, которые, так сказать, солидарны с нами, я бы посоветовал, конечно, сейчас сохранять веру и надежду в то, что все равно, во-первых, то, что мы сделали, это все правильно, а во-вторых, мы еще сохранили достаточно дееспособности, и мы еще в состоянии себя и показать, и продемонстрировать. Я думаю, что у нас такой шанс появится, поэтому будьте к этому готовы. И в любой момент, как только ситуация сложится благоприятным для нас образом, нужно будет мобилизовываться, нужно будет возвращаться в строй, и нужно будет действовать. Я знаю, что очень многие сидят и только и ждут, когда, наконец, произойдет этот момент, и когда я или другие бросит клич о том, что пора возвращаться в строй. И вот будьте к этому готовы, если этот клич прозвучит, значит, максимально, максимально оперативно, выходите на связь, вы будете знать, куда вам собираться, и где вам получать оружие, и в каком направлении двигаться. Поэтому всем спасибо за присутствие, за участие. Алла, спасибо тебе большое за то, что предоставил возможность пообщаться, поговорить с тобой. И товарищу Цукербергу большой привет за такую говенную связь. Извините. Поэтому будет возможность еще встретимся, пообщаемся. Да, Александр Сергеевич, огромное спасибо. Я думаю, наша встреча была первой, и это только начало. Как говорится, Цукерберг предоставил такую возможность. А всем товарищам, которые сейчас находятся у нас на фронте, на фронте, в Донецке, в Луганске. Хочется пожелать победы. Я уверен, что победа будет. Маленькая Южная Осетия выстояла против целого государства Брусси. И поэтому я в победе в Донецкой и Луганской Народной Республике не сомневаюсь. Просто это все бывает не так быстро, как не очень. Но таким правда, затем будет и победа в конечном итоге. Всем огромный привет. Еще раз всех поздравляю с наступающим пятилетиям Бригады Восток. Пять лет это очень такой приличный для боевого подразделения. И вас отдельно поздравляют. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. До связи. Всем удачи. Кто хочет посмотреть запись, сейчас запись появится. Кто эфир смотрел сначала, можно будет посмотреть запись. Спасибо. Да. Спасибо. Продолжение следует...